Пустые краны. Жители дома 5104 все чаще остаются без горячей воды. У них даже завелась традиция, вне зависимости от погоды и времени суток, греть воду на плите. Отчаявшиеся жители обратились в редакцию программы «Челны-24». На место выехала корреспондент Эльмира Гайнудинова. Утро Татьяны Андреевой начинается не с кофе, а с нагревания холодной воды. Горячей нет, и ее опять отключили. По словам женщины, как всегда, без предупреждения. «Перерасчет они нам не делают. Они, как говорят, у вас считают счетчики. Значит, это по факту оплачивать, вы по факту. Вот и получается у нас замкнутый круг». При этом все равно, что из крана вместо горячей воды бежит холодная и ржавая. Это еще в лучшем случае, ведь оплату надо производить. По факту. Счетчик бежит, насчитывая круги. В худшем случае краны осушены. А виной всему постоянно авария, уверены челненцы. Но вместе с лопнувшей трубой уже лопнуло и терпение местных жителей. Когда именно они снова останутся без горячего водоснабжения и насколько, никому не известно. «У нас такой подъезд, там неправильная закольцовка, и постоянно после каждого отключения идет холодная. Ее надо или пропускать дома жильцам, это понятно, что идет расход воды на квартиру, или должен обязательно сантехник прогнать ее по системе. И тогда у нас начинает идти горячая вода». Но в любом случае, в начале из крана все равно бежит ржавая вода. Засыряются фильтры, очистка которых – это дополнительная платная услуга. «У нас постоянно не бывает горячей воды. Отсутствует. Это особенно после пяти часов. На ночь отключают. С чем это связано, я не могу это знать». «У меня дочь самая как встает, собираются на работу, воды горячей нет. Бегом бежишь воду греть, чтобы она успела помыться». В доме 5104 48 подъездов, а это значит, что сотни челнинцев остаются без горячей воды. По их словам, воду им отключают либо рано утром, либо поздно вечером. В управляющей компании Камстройсервис, в чьем ведении находится многострадальный дом, о проблеме знают. По словам коммунальщиков, 10 лет назад трубу здесь поменяли на полипропиленовую. «В течение 2018 года начались порывы. Мы их предвидеть не можем, потому что это не металл. Коррозии не видно, трещин никаких не видно при визуальном осмотре. Но порывы происходят часто. Поэтому, значит, на 2020 год мы просили, чтобы его включили в капитальный ремонт». Оттанка на следующий год дом 5104 в списке на капремонт не значится. В лучшем случае капитальный ремонт трубопровода будет выполнен в 2021-м. Но и то не факт. Пока же коммунальщики могут проводить только текущие работы. При этом исполкоме сообщили, что перерасчет управляющей компании все-таки делать должна. «Необходимо обратиться с заявлением. Верх нужно зафиксировать с актами о том, что действительно горячей воды не было. Вообще, допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды – это 8 часов в месяц суммарно». Заявление надо написать в свою управляющую компанию, которая обязана сделать перерасчет.